Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Ну, передо мной стояла задача. Изначально вообще мы планировали, что это будет дискуссия клинического случая, но когда я увидела в программе лекарственное лечение нейроэндокринных опухолей итоги 2019 года, все-таки поставила немножко теории. Ну и что мы знаем? Мы знаем, что нейроэндокринные опухоли – это достаточно гетерогенная группа. Они происходят из нейроэндокринных клеток и встречаются во всех органах, где имеются нейроэндокринные клетки. Поэтому отсюда и разнообразие клинической картины. То есть проявления могут быть совершенно разнообразные, опухоли могут быть активны и неактивны, от этого тоже зависит клиническая картина. Ну и впервые о нейроэндокринных опухолях сказал Бендорфер сто лет назад. Он ввел впервые термин карциноид, и он сказал, что нейроэндокринные опухоли обладают пятью основными характеристиками. Это достаточно маленькие опухоли, которые могут иметь множественные очаги. Это недифференцированные клеточные образования. Они имеют четкие определенные границы, не имеют метастатического потенциала, медленно растут и безвредны. То есть он отнес их к доброкачественному опухолю. Но, к сожалению, мы знаем, что это оказалось несколько не так. В этом есть только доля истины. Но, тем не менее, заболеваемость мы видим при аутопсии достаточно в несколько раз выше по сравнению с тем, какая у нас выявляемость. Потому что не всегда хорошо дифференцированные нейроэндокринные опухоли проявляют себя в клинической картине. Ну и, как я уже говорила, что это достаточно гетерогенная группа. И именно потому, что диагноз ставится очень долго, нет никаких клинических проявлений и длительный диагностический пояс часто диагностируется на распространенной стадии. Ну и что мы видим? Мы видим, что частота нейроэндокринных опухолей по сравнению с ростом злокачественных образований достаточно быстро растет. Но это связано не с тем, что отмечается сам рост нейроэндокринных опухолей, а с тем, что раньше у нас и диагноза такого не было. И только там последние несколько десятков лет мы стали активно выявлять эти опухоли. Ну и в основном это желудочно-кишечный тракт. И, к сожалению, у нас нет даже четких данных в канцерегистре по поводу этих опухолей. Эти опухоли попадают либо в рак желудка, либо в рак поджелудочной железы, но в зависимости от их локализации. Ну и, конечно же, мы понимаем, что выживаемость и прогноз этих пациентов, она зависит от стадии и степени дифференцировки. То есть метастатические пациенты живут гораздо хуже, чем пациенты с локальными опухолями. Точно так же, как и низкодифференцированные опухоли, выживаемость и прогноз у них хуже по сравнению с теми пациентами, у которых имеется высокая дифференцировка опухолевых клеток. Но, как я уже сказала, это достаточно разнообразная клиническая картина. Имеется множество подходов к лечению. Опухоли могут быть как гормонально активны, так и неактивны. При этом, если опухоль гормонально активна, то это и приводит к тем симптомам в зависимости от того, где располагается опухоль и что она продуцирует. Ну и вот, как я уже сказала, долгий путь установления диагноза. Ну и первый вопрос для голосования. Начинаете ли вы лечение нейроэндокринных опухолей без результатов иммуногистохимического анализа? Ну, то есть, допустим, вам дали результат гистологи, что это нейроэндокринная опухоль. Требуются ли вам еще какие-то дополнительные маркеры для того, чтобы определиться с лечением? Ну, на самом деле, для меня это несколько неожиданно, потому что я даже думала, ставить этот вопрос или нет. Потому что обязательным является иммуногистохимическое исследование перед началом лечения, потому что мы должны понимать, какая степень дифференцировки, какая пролиферативная активность этой опухоли для того, чтобы понять, как мы ее будем лечить. Но это те маркеры, которые нам дают гистологи. По степени дифференцировки выделяют высоко дифференцированную, умеренно дифференцированную и низкодифференцированную опухоль. Я не буду останавливаться на степени злокачественности и методическом индексе, потому что все эти шкалы есть во всех рекомендациях. Очень часто эти опухоли, особенно высоко дифференцированные, бывают гормонопозитивными, продуцирующими опухолями. Ну и в зависимости от локализации происходит преобладание продукции тех или иных гормонов. Нейроэндокринные опухоли могут не иметь никаких клинических проявлений, а могут иметь так называемый карциноидный синдром, откуда и произошли эти карциноидные опухоли. Это связано с синтезом простагландина, серотонина, то есть если это серотонин, то это диарея, это фиброз миокарда может быть, если это простагландина, это приливы, это хрипы в виде шумного дыхания. И, конечно, одно из опасных осложнений именно проявление, осложнение не самого карциноида, а именно карциноидного синдрома, это поражение клапанов сердца, возникновение так называемого карциноидного сердца. Поэтому если у пациентов есть проявление карциноидного синдрома, раз в полгода необходимо обязательно выполнять эхокардиографию и контролировать состояние сердечной функции, потому что может быть стеноз, недостаточность клапанов, в редких случаях может быть даже повреждение ментрального аортального клапана. И является, посмотрите, одна из основных причин смерти у пациентов с карциноидными опухолями, даже высоко дифференцированными. То есть пациенты умирают не от самой опухоли, а от тех осложнений, которые возникают. Ну вот это вот обновленная классификация 2019 года нейроэндокринных опухолей, где мы видим, да, это дифференцировка, методический индекс и пролиферативная активность. Ну и какие варианты лечения у нас существуют? Понятно, что это если локализованная опухоль, то нужно стараться удалить эту опухоль. Даже если это диссеминированная опухоль, но с каким-то одним или двумя локализованными очагами, которые мы можем удалить, и это гормоноактивная опухоль, то и удаление опухолевой массы ведет к снижению этой гормональной активности и тоже может приводить к положительным результатам. Что касается лекарственной терапии, то для высокодифференцированных опухолей, так же как и для лечения карциноидного синдрома, мы используем аналоги с сандостатина. Это актериатит, актериатит пролонгированный и ланреатит. При этом необходимо помнить, что лечение необходимо проводить до прогрессирования или непереносимой токсичности. Сейчас в рекомендациях появилось, что даже для опухолей гормонально неактивных с целью снижения пролиферации опухоли тоже рекомендуется проводить гормонотерапию аналогами с сандостатинов. Мы видим, что на одних аналогах с сандостатинов выживаемость пациентов до эры аналогов с сандостатинов была 18 месяцев, в настоящее время это порядка 39 месяцев. Для чего мы их используем? Мы их используем для контроля симптомов опухоли и для снижения антипролиферативной активности. И в нашей практике появился еще один аналог с сандостатином, ланреатит. Чем он хорош? Тем, что он достаточно быстро дает эффект над контролем над заболеванием. То есть мы видим, что уже в течение первых суток может появиться оккупирование карциноидного синдрома. Было проведено два исследования, которые сравнивали ланреатит и актериатит. При этом мы видим, что для исследования с ланреатитом было больше пациентов с более высоким индексом пролиферативной активности. При этом опухоли были все функционально неактивны. Это было сделано для того, чтобы понять, как препарат оказывает антипролиферативное действие именно на саму опухоль, а не только на ее симптомы. Ну и было показано, что ланреатит продемонстрировал большую эффективность в отношении опухолей нейроэндокринных желудочно-кишечного тракта, в отношении медианной выживаемости и также в отношении времени до прогрессирования. Вот вы видите, время до прогрессирования составило 39,7 месяцев. Что касается таргетной терапии, она тоже используется для пациентов с высокодифференцированными опухолями, это G1, G2. Это такие препараты, как эверолимус и сунетиниб, также используются до прогрессирования или неприемлемой токсичности. Это препараты, которые в настоящее время еще не входят в рекомендацию, но тем не менее они изучаются и уже используются при исчерпанных возможностях для лечения пациентов нейроэндокринными опухолями. Что касается иммунотерапии, которую мы активно пытаемся использовать во всех солидных опухолях, к сожалению, частота объективных ответов достаточно низка, это 6-12%, но тем не менее пытаются проводить иммунотерапию для этих опухолей, потому что мы знаем, что интерферон является также одним из стандартов терапии, что говорит все-таки о иммуночувствительности этих опухолей к терапии. Один из новых препаратов – это латеристан, который используется для купирования симптомов диареи у пациентов, но в настоящее время у нас не зарегистрирован. И что касается химиотерапии, она проводится для пациентов только с низкой дифференцировкой, то есть это G3. Для G1 и G2 проведение химиотерапии не рекомендуется. Ну и здесь вот обновленные рекомендации, вот то, что я сказала, что даже для опухолей без карциноидного синдрома, для снижения пролиферативной активности рекомендуется использовать аналоги с эндостатиной, актериатит или ланреатит. И то же самое касается и опухолей нейроэндокринных поджелудочной железы. Ну и вот мы видим, какие препараты у нас появляются на протяжении развития лекарственной терапии нейроэндокринными опухолями. Ну и вот хотела представить вам один случай, это наша пациентка, у которой изоболевание началось с жалоб на потерю сознания, повышение давления, покраснение лица при каких-то стрессовых ситуациях. Значит, она машиной скорой помощи была доставлена в Мариинскую больницу, когда потеряла сознание на улице, были наложены швы на область головы. И осенью 2015 года во время отпуска опять заметила внутренний дискомфорт, который самостоятельно прекратился. В марте 2016 года опять во время стрессовой ситуации снова покраснение лица, шеи и учащенное дыхание. Ну и вопрос, куда обычно обращаются пациенты в такой ситуации, какие обследования, анализы им необходимо сделать. Ну вот пациентка с жалобами на покраснение лица, шеи, ее периодические потери сознания, в анамнезе у нее была травма, ну куда такой пациент обычно обратится, вот как вы думаете? Глубоковажаемый коллега, я очень прошу, голосуем, я понимаю, что мы все устали, но достаньте свои умные телефоны, попытайтесь выразить ваше мнение. Ну это одна из тех стандартных ситуаций, когда, к сожалению, происходит долгий поиск диагнозов и пациент не попадает, конечно, сразу к онкологу. Да, именно так и было. Пациентка обратилась к неврологу и к эндокринологу, предполагали, что жалобы связаны с посттравматическими изменениями, ей проводилась симптоматическая терапия, сосудистыми препаратами, витаминами, но все равно эпизоды этих приступов продолжались, периодически возникало чувство витального страха, по поводу чего ее отправили в психоневрологический диспансер. Там ей сделали обследование, компьютерную томографию органов брюшной полости, МРТ головного мозга и выделили множественное очаговое поражение печени. Тогда ее отправили к нам в центр, мы ее начали обследовать, и по колоноскопии нашли образование, выполнили биопсию. Это оказалась нейроэндокринная опухоль G1, Ки-67 всего лишь 2%, но при этом насколько была гормонально активная опухоль. И какова, на ваш взгляд, тактика терапии? То есть у пациентки имеются симптомы карцинада G1, Ки-67 2%. Опухоль в толстой кишке и множественные очаги в печени. С учетом того, что опухоль была гормонально активна, мы назначили ей актериатит с комбинацией с интерферонами, которые она получала, смотрите, с октября 2016 года по август 2018 года. Приступов никаких не было, она чувствовала себя великолепно, но в августе 2018 года снова возобновление приступов. Ну вот как вы считаете, что сделать теперь? Действительно есть такая опция, как переход на таргетную терапию в связи с тем, что все-таки оказался неэффективен актериатит с интерферонами. Химиотерапия все-таки не рекомендуется, потому что это G1, Ки-67 2%. Но мы сделали как? Мы увеличили дозу актериатида ей в два раза и продолжили интерферон. И мы видим, что сначала уровень серотонина снизился, потом он снова повысился. И после увеличения дозы практически в два раза снижение уровня серотонина. Но в сентябре 2019 года повторное возобновление приступов. При этом на компьютерной томографии картина сохраняется стабильной в печени. Повторную биопсию мы не делали. Это тоже как была клиническая ситуация у нас у докторов в предыдущей сессии. Эта пациентка, скажем так, достаточно капризна в плане того, что она отказывается делать повторные биопсии. Очень сложно ее даже заставить делать компьютерную томографию. И... О, сейчас, секунду, извините. При неэффективности одного из аналогов сандостатинов можно перейти на другой. Это было показано в клинических исследованиях. Посмотрите, что переход с актериотида на ланреатит дает выживаемость в 15,2 месяцев. Поэтому, в принципе, насколько мы видим, как снижаются симптомы заболеваний при переходе одного аналога сандостатинов на другой. Ну, вот так вот у нее выглядела ее позитронно-эмиссионная томография в сентябре месяце. И мы перешли на ланреатит. И, к счастью, нам удалось купировать эти симптомы. И продолжили ей ланреатит с интерфероном, который она получает и по настоящий день. Ну, и такой вопрос. Что для вас является определяющим в выборе терапии пациентов нейроэндокринных опухолей? Настроение доктора тоже имеет значение. Ну, да, действительно, настроение доктора иногда сказывается. Но, тем не менее, конечно, основное – это степень дифференцировки опухоли, но и степень распространенности, общего состояния, сопутствующая патология тоже имеет значение. Но в большей степени – степень дифференцировки. И еще одна наша пациентка, буквально два слова. Это нейроэндокринная опухоль слепой кишки. Было выполнено хирургическое лечение. Не очень типично при лечении был выявлен канцероматоз. Ей действительно делались неоднократные повторные биопсии, чтобы доказать, что это нейроэндокринная опухоль высокой степени дифференцировки. Кише 67 у нее было 2%. И когда у нее появились множественные внеорганные узлы в брюшной полости, в малом тазу и метастазы в печени, был назначен актериотид с энтерфероном. При прогрессировании был назначен СУТЕН. Дальше таргетная терапия Афинитор. И с учетом того, что снова возобновился карциноидный синдром с актериотидом, и тут уже совсем нестандартно для высокодифференцированных опухолей, назначена химиотерапия ФОЛФОКС. Объясню, почему мы ее назначили. Потому что вся предыдущая терапия, варианты ее исчерпаны, а у пациентки за счет вот этих неорганных узлов уже начиналась формироваться кишечная неприходимость. Поэтому мы попытались хотя бы так разрешить эту ситуацию, но это тоже не помогло. И у нее уже опускались руки, она мне сказала, что все, я уже ничего не хочу, отстаньте от меня. И тут мы попытались ей назначить ланреатит. Она мне позвонила и сказала, Альбина Сергеевна, а можно мне второй укол? И я сказала, да, конечно, но а что произошло? Он говорит, вы знаете, я стала себя так хорошо чувствовать, я снова хочу жить. Ну и, соответственно, она продолжает терапию ланреатидом. Ну а это вот ассоциации, которые занимаются изучением нейроэндокринных опухолей. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.